Окей, все, отлично. Мы начинаем наше первое занятие. Значит, как было обернено, это занятие, которое имеет двойную цель. Значит, не знаю, какая из них более главная, выберите сами. Идея такая, это чтение неогласованного ивритского текста. Но, опять же, это не текст специфический, потому что это не, не знаю, стандартный иврит, который принят в Израиле, а именно газетная тематика, вывески, объявления или просто что-то такое. А все-таки это текст как бы тароидальный, а именно мы имели дело с статьями Рава Ханан Парата к недельным разделям. Значит, вот у него, показываю, народ тоже здесь будет видеть, это его пятая книга, которая называется «Дворим». Вот здесь про него написано. В двух словах, да, этот комментарий, он, на мой взгляд, почему я выбрал, мне, во-первых, он нравится концептуально, просто без как бы соотношения к изучению иврита. Он мне нравится, почему? Потому что он такой очень, наверное, цисраили, он очень в хорошем смысле не затасканным сионистским религиозным, он основывается на Араве Куке и на его сыне Цви, Цви Иуда Кук. Вот там приводится много первоисточников, он как бы такой аргументированный, обоснованный. И вообще как бы сам стиль изложения и все, мне это все очень нравится. Вот для нас теперь вторая задача – это, как я сказал, течение огласованного текста. На мой взгляд, это очень хороший пример текста, потому что в нем есть, ну, я бы сказал, также довольно уникальное соединение, с одной стороны, как бы лексики вообще первоисточников, которые нам тоже как бы правильно как бы смотреть и понимать, с одной стороны, а с другой стороны, вполне израильская современная речь. Кроме того, я так думаю, что это были эти статьи, это были обработанные выступления Рава Ханан Парата, которые он проводил среди своей аудитории, а именно молодых как бы израильтян. Поэтому как бы и вся речь, она вполне современная и все. И это очень правильно как бы понимать. Окей, последнее еще, буквально два слова, кто такой Ханан Парат. Можете посмотреть, погуглить, может быть, я поставлю просто на страницу, чтобы было видно. Для нас Ханан Парат был, как бы у нас была личная связь с ним. Можете это сказать, когда мы приехали весь Маханаем, приехал более-менее в течение полугода сюда, в Малая Думи, в синагогу, из которой мы сейчас ведем это занятие. Рав Ханан Парат у него, она и сейчас есть, Ешива в Урод, который находится вот здесь вот недалеко от нас, на пути по дороге в Арзей Тим. Он очень известный человек. Он была ключевая фигура в партии религиозной сионистской Мавдаль. Сегодня она как бы переформатировалась, и уже как бы реально так она не существует. В своих других проявлениях он нас, как бы, взял опекунство над Маханаемом. Маханаем с его помощью выпустил все свои первые книги. Это был известный Агадаш-эль-Песах. И вот уже кто-то приходит. Агадаш-эль-Песах. И это были Хагей Тишрей. Он нам очень помогал. Мы с ним сильно общались. Я его лично видел. К большому сожалению, у него была очень тяжелая, не про нас будет сказано, форма рака. Вот он очень сильно болел. Очень тяжело. До последних дней как бы занимался деятельностью. А, да. Ну и кроме всего прочего, конечно, не сказал. Это очень важно. Он один из основателей Гушемуним. То есть Гушемуним был блок. Не знаю, сколько это релевантно. Он существует сейчас. Это блок тех людей, которые были за Эра Цесраэль, которые были за поселение, в рамках которой осуществлялась поселенческая деятельность. Окей. А потом он продолжил как бы свою деятельность в рамках Гнезда. Окей. Хорошо. Теперь Садрагамон. Дальше. Что я хочу сказать. Значит, смотрите, у нас текст. Вот на экране, те, кто смотрят в зуме, соответственно, да, и странички, которые у вас, есть русский, есть ивритский. Я бы сказал так. Мне кажется, правильнее не смотреть на русский текст и пытаться как бы понять ивритский. Окей. А русский для того, чтобы, ну, скажем, домашнее задание будете проверять. И дальше. Смотрите, этот русский текст, который там есть, он не дословный перевод. В смысле, что он очень близко к тексту. Но я, естественно, его менял для того, чтобы русский был более-менее читабельный. Правильно? Мы сейчас, когда будем переводить, да, то мы будем стараться держаться гораздо близко, ближе к тексту и переводить практически дословно, чтобы понимать ивритский текст. И дальше. Я не очень знаю, да, вот у собравшихся, какой у вас как бы опыт, можете ли вы сами читать, давайте попробуем. Значит, мне кажется, если кто-то может читать, да, ну, скажем, в паре со мной, это очень правильно, это очень хорошо, мы к этому стремимся, и так оно и будет. Если это нас будет задерживать, и как бы кто-то сильно затрудняется в чтении, ну, тогда мы будем по нему пропускать. То есть, самое главное, это услышать перевод и понять, что там есть. Да? Окей? Хорошо? Хорошо. Я попытаюсь к тексту, который здесь есть на иврите, да, давать к нему объяснение, как бы аллюзии, которые у меня есть с современным, вообще с израильским, с современным как бы ивритом, и так дальше. Значит, если у вас нету опыта, сильного опыта в чтении неогласованного текста, да, то надо понимать, что неогласованный текст – потрясающая штука. Я очень надеюсь, что у вас этого не будет, и если это будет, то вы его преодолеете. Обычно это шок. Почему шок? Потому что это, ну, я не знаю, клинопись, я не знаю, как клинопись, но это некоторая шифровка. То есть, это не как мама, папа, Вася, как написано, так и читай. Здесь-то все время надо, как бы, догадываться и схватывать. Поначалу это дико раздражает. Это кажется, что человек идет через дебри, он никак не может понять, почему, потому что, ну, как бы, есть только часть текста, прочитать его нормально невозможно. Поэтому самое главное – это только тренировка. Это некоторая придумка еврейской головы, когда отображается половина текста. Значит, половина текста не отображается, это гласные. Значит, это только тренировка, причем, причем, человек читает, он видит сочетание букв согласных, он понимает, что это за слово, и он, как бы, правильно, что он видит всю фразу или хотя бы часть фразы, он понимает, о чем идет речь. Потому что если просто это выхватывать, это довольно трудно. Кроме того, понятно, что есть немножко, как бы, чистаково. Почему? Потому что зачастую, зачастую прочитать можно по-разному. Нет огласов. И, соответственно, из контекста надо выбирать то, что подходит. Это раздражает, но в конце к этому привыкаешь. Но главное, что выбора нет. Почему? Потому что все, что пишется в Израиле, пишется без огласовок. С огласовками пишутся либо первоисточники, либо стихи, либо в тех местах ставятся огласовки, когда, может быть, какое-то неправильное понимание, и хотят, чтобы это было именно такое. Ну, я не знаю, либо какие-то суперважные документы, которые, не знаю. Обычно все-все-все документы, юридические, государственные, протоколы, не знаю, все, это весь текст неогласован. Поэтому деваться некуда, и его, как бы, надо учить. Хорошо, все это такая, как бы, преамбула была. Значит, не бояться прорываться и как можно больше читать неогласованный текст, тогда вы почувствуете какой-то кайф, и как вы это видите. Окей? Только, как бы, навык. Хорошо? Все, мы начинаем. Начинаем? Окей. Значит, смотрите, у вас заголовок называется мисхак, а махабоин. Что такое махабоин? Махабоин – это прятки. Да? Это прятаться. И, соответственно, лахбия, лахбия – это прятать. Да? Человек, который находится где-то в каком-то укромном месте, называется махбо. О, привет. Вот здесь есть либо в таком виде русский иврит, либо есть вот еще третья. Да, сами, пожалуйста, сам внизу, большими буквами написано, там можно оттуда убрать. Значит, первая у нас идет цитата из книги «Дворим». Опять же, на иврите она написана без огласовок. Я ее читаю. Да. Что-что? Давай, читай ты, пожалуйста. Что-что? Да. Вот начинается. «Ки им, эльмаком, ашер, ебхар, вешэм, аладатыхем, мекол, шевтыхем, ласум, ласум, ласум. Текст первоисточника, он еще более сложный, когда он не огласован. Вы понимаете, почему? Потому что в современном юрите все-таки вот эти присоединения, когда указывается рот в конце, например, шифтихэм, то есть ваше колено, но это еще куда не шло, да? Например, лэшахно, лэшахно, это всегда сложно. Почему? Потому что это о на конце, это понятно, третий рот, да? А кого его, это всегда непонятно. Здесь по смыслу... Что-что? Лэшахно, я думаю. Не-не-не-не-не-не-не, вот это как раз тот самый случай. Не, лэшахно, это имеется в виду для того, чтобы поселить его там. Имеется о здесь, это его в смысле Всевышнего, а не шахэна. Вот это один из хороших примеров. Да, у нас будет час на каждом шагу. Час это у вас как бы это, а потом будет вызывать улыбку. Это только по смыслу. И зачастую в текстах как бы тороидальных, это, естественно, это место для комментария, да? Значит, смотрите, мне очень важно, чтобы вы либо кивали головами как минимум, да? Либо вообще была какая-то реакция, чтобы было понятно, народ вообще как бы врубается минимально или нет. Хорошо? Чтобы была какая-то это. Значит, наша задача, мы, идея какая? Мы не сможем очень медленно читать, потому что мы просто не успеем. У нас идея пройти за полтора часа, да, максимум. Это все-таки вот эти две там чуть-чуть страницы евритского текста. Окей? Поэтому мы будем читать довольно быстро. А вы, соответственно, смотрите. Хорошо, я почитаю. Тут начало довольно забойное, да? Опять, не пугайтесь. Самая первая фраза, это абзац, он сложный. Значит, он пишет что? Если перейти очень близко к тексту, он пишет такую штуку. Можете посматривать в русский текст. Бейт-абхира, бейт-абхира. Это вот все время с этими словосочетаниями будет все время играться. А именно дом избрания. Дословно дом избрания, да? Бхира – это выборы. Бейт-абхира – это смехут. То есть два слова, которые соединяются вместе. Это дом избрания, да? А дальше он описывает, что вот этот дом избрания, он наподобие. А дальше он делает такое вещь, у меня самого заняло время. На самом деле, понять, о чем идет речь. Да, я как бы понял, в конце концов, и думаю, что я правильно понял. Он говорит, что это наподобие Бореха Тихон. Значит, Бореха Тихон – это было некоторое название операции, которая вот тут в русском тексте как раз написана. Тайная операция «Среднезиноморский побег». «Лааврех» – это даже не побег, «Бреха» – это действительно побег. А «Лааврех» – это ифили от него. То есть это не просто побег, а делать людям убегающими. То есть давать людям убегать. И это название, которое было дано операцией по вывозу евреев из Северной Африки, в основном это как бы Марокко, да, в 48-50-й год. Почему он это здесь говорит? Ну, во-первых, потому что на израильскому слуху, да, вот это вот название этой операции, оно как бы более известно, люди это понимают, да. А здесь это имеется в виду в чем? Он говорит, что в нашей Параше, вот он говорит, Параша, Ре-Эм и КЦ и КЦ, да, что вот это вот сочетание Бейтабхира, а именно Дом Избрания, да, у нас вся идея вот этой его статистики в том, что слово «Ярушалаем» не появляется ни в этой Параше, ни вообще в Торе. Ни разу не упоминает слово «Ярушалаем». Само себе поразительно, да, но тем не менее, вот как бы на… Шалем. Что-что? Появляется Шалем. Ну, я говорю полностью, слово «Ярушалаем» не появляется в этом, идея. Слово, как этих координат GPS нигде нету. Но при этом, при этом, заменитель его, который все понимают, что речь идет про это, он появляется все время. Это Бейтабхира. И он здесь говорит, что вот это вот слово «Бейтабхира» в нашей Параше, его пытаются как бы «Ярушалаем» протянуть или дать ему пробежать, да, вот это вот таким тайным способом. Это называется «лаврех», да, «бреха» в нашей Параше, с одной стороны, с другой стороны. «Ми-ка-це-эль-ка-це», да. Дальше. «Ах-ре-э-э-зэ-пэ-ле». «Ах-ре-э-зэ-пэ-ле». Да, но смотри, смотри, какое… как удивительно. «Ах-ре-э». «Ах» – это слово, которое всегда говорит «ах». Ну, смотри, «но». Это такое «но» с сильным исключительным знаком. «Ах». Ну, ты посмотри, какая удивительная вещь. В чем удивительная вещь? Двоеточие раскрывается. «Атора Макпеда шило Лаазгир». «Атора Макпеда шило Лаазгир». «Былубы Ромис». Да, «былубы Ромис». «Тора». Что такое «макпеда»? «Макпеда» – очень хорошее слово. «Макпеда» – это, с одной стороны, тщательно, тщательно что-то делать. Да? Вот человек, который тщательно что-то делает, подсказывает тебе на иврите, как такое называется человек. А, «педант», да? Кавдан. Кавдан – это человек, который все делает от сих до сих, от сих до сих. Вот Тора Махпеда. С другой стороны, скажите вы мне, вот эти вот корень, кув пей далет, да? Что вам напоминает из вашей современной израильской жизни? Что-что? Пкида. Правильно. Что такое пкида? Я, что такое пкида? Слурща. Правильно. Что такое лавкит? Ну, сейчас тоже меньше. Чеки. Чеки вкладывают. Чеки вкладывают. Лавкит, да? Окей. Так вот, Тора Махпеда, то есть она тщательно-тщательно занимается тем, что она не раскрывает Лазгир кого-то. Это когда ловит преступника, да? И наблюдается, например, он в обыск, да? В розыск. То, типа, wanted. То, как в частности говорят, такой-то, такой-то у Изгиры Тацмо. Что значит, Изгир, он выдал себя полиции. Так вот, Тора здесь не выдает. Было бы Ремис. Ремис, Ремис – это намек. И даже не намеком. Что? Эциюно. Эциюно о географии. То есть, географическое месторасположение. Да? Дальше. Да, но здесь про Рушалаев ничего нет. И в этом, как бы, в этом пуэнте. Вот это он дальше будет объяснять. Почему это не делается, какой в этом смысл? Дальше вы хозер. Так вот, говорится. Тора тщательно следит за тем, чтобы не выдавать. Выло бы Ремис, да? И не намеком, что не выдавать этот циюно о географии. А именно, географическое месторасположение. А валь. Написано. Но, тем не менее, повторяя, не менее чем шестнадцати раз, аль кинуё, в смысле, его название, это кинующий ло, а мисторин, на его скрытое, загадочное, ну, как бы, кличка, название. Дальше вот то, что написано жирным. Амаком ашеры в хар башем. Место, которое выберет Всевышний. Окей? Господа, если что-то непонятно, вы мне говорите. Хорошо? Дальше. Теперь дальше. Лашон аатит. Лашон аатит, а именно, будущее, форма, в которой написано, да, в этом стихе ашер и в хар. То есть, это не с ваум обратным, который переворачивает и превращает будущее в прошедшее. А это нормальное будущее время. Ашер и в хар. То есть, который выберет. Это нормальное будущее время, которое он выберет. Ашер и в харашем, который выберет Всевышний. Дальше. Неправильно или запрещено. Асур – это запрещено. Дословно запрещено или неправильно, чтобы это выражение, будущее время, оно спутало нас. Таут – это ошибка. А леат от – леат от. Это спутать, чтобы спутать нас. Спутать нас в чем? Чтобы мы думали, что только в будущем выберет Ашер свое место. То есть, здесь написано в будущем, но на самом деле речь идет про другое. Речь не идет про то, что в будущем Всевышний выберет. А речь идет о нечто другом. Что он сейчас объяснит? Да? Дальше. В иках. В иках. Катава. Рамбам. Перек. Бибет. Илхот. Илхот Абхира. Илхот Абхира. Итак, писал Рамбам во второй главе в книге, которая называется… Это Мишна Тора, в разделе, который называется Илхот Абхира. Опять же, здесь идет о выборе. Выборе чего? Выборе и места. То есть, именно Бейт Абхира. И Аллахабет, вторая. Значит, я прочитаю Рамбама быстро, да? И тут можете… Ну, как бы мы будем это переводить, но у Рамбама, у него все-таки специфический как бы язык. Мы поймем, о чем идет речь и как бы разберем слова. Но тоже не пугайтесь, потому что у него как бы лексика все-таки на другая, на средневековая. Писано. Ума сорат бы я таколь. Ну, как бы говорится, и традиция бы я таколь, что означает, и традиция, которая удерживается всеми. То есть, грубо говоря, все про это знают. Ша-Маком, Ша-Бана, Бо-Давид. Место, которое построил в нем, в этом месте, Давид. Дальше. И Шломо. Имеется в виду Давид Амелохович, Шломо, его сын. О чем говорится? А Мизбех, Бегорон, Арона. Было некоторое место, которое… Горон – это место, где зернохранищики просеивают. Просеивают эти самые зерно и вообще обрабатывают зерно, которое… Получают зерно из пшеницы, которую собирают. Да? Так вот, Шломо там строил. Шломо там строил. Дальше. И он перечисляет дальше. Уа-Маком, Ша-Бана, Бо-Авраам. Это также то же место, в котором строил Авраам Мизбех. Авраам построил в нем Мизбех. Ве-Акат Аллаф Ицхак. И сделал на нем Акиду, то есть жертвоприношение Ицхака. Ву-Амаком, Ша-Бана, Бо-Нох. Это то самое место, в котором построил в нем Нох. Что построил он не пишет, но это понятно, да? Мизбех. Ше-Яцамина Тыва. Когда вышел из Тыва, то есть из Ковчега. Это тот же самый Мизбех, на котором принесли свою жертву Кайн и Авель. Дальше. Продолжает и пишет. Я извиняюсь. Нох ведь приземлился на Гориарат. Да. Правильно. Правильно говоришь. Можно на ты? Да. Правильно говоришь. Смотри. Я тебе скажу такую штуку. Наша главная задача здесь, это понять иврит. То, что ты говоришь правильно. У меня был тоже вопрос. Ханат Парад будет объяснять. Я думаю, что это все равно, это же как бы это Медраж. Правильно? Он объясняет, что есть такая штука. В общем, может быть, что приземлился в Айрарате. Правильно? А жертвы, тем не менее, все-таки сделаны. У меня тоже это было в голове. Но прочитаем как бы дальше. Замечание вполне по делу, да? Ву-Амаком, Ша-Бана, Бо-Нох. Ше-Яцамина Тыва. Ву-Амисбек, Ше-Криф, Аллаф, Ка-Ин-Вабель. Дальше. У Бо, Икрифа, Адама, Решон, Карбан, Шеневра. Дальше. Вот это очень красиво и интересно. Это то же самое место, в котором Икриф. Икриф – это эфир от слова «кареф» приносить. А Криф – это приносить жертву. И это то же самое место, в котором Адам Решон принес жертву после того, как он был создан. Есть такой мидаж, который говорит… Что-что? Ну, он в этом месте. Подожди, подожди. Попробуй, Саш, секунду. Попробуй понять, что идет дальше. Окей. Говорит. У Мишам не вра. Это такое интересное слово, что он принес мисбек, у Мишам не вра. Что значит, Мишам не вра. А вам меня заняло, если это понять, да. Но я как бы более-менее догадался и посмотрел. Написано. Как сказали Хохамим. Адам и Маком Капарато не вра. Значит, Адам и Маком Капарато не вра. Это как бы идея такая, что Адам, который был создан как бы из праха, да. Вот. Он на этом же месте сделал сприношение. И как бы идея Капарато, идея заключается в том, что человек, он создается и несет на себе, ну, как бы все родовые пятна того места, в котором он родился. То есть Адам и Маком Капарато не вра. Это означает, что если человек родился в Питере, на самом деле, где бы он потом не был, на нем будут какие-то симонимы того, что он родился в Питере. Ну, вот как бы это такая идея, да. Ну, сейчас очень может быть, ребята, просто... Ребята, я просто говорю, оставьте, это Рамбам. У нас сейчас самое главное понятие иврит. Мы сейчас можем на этом самом засидеть просто два часа, и только это будет, что она потрясна. Правильно. Здесь Капара, имеется в виду это место, это место, из которого он был создан. Окей? Для чего все это говорит Раф Ханан Парад? Он говорит, что такое имкен? А, ну тогда, или по-видимому, Это место уже было избрано в шести дней творения. И дальше спрашивают. Какая же причина в том, чтобы его скрывать? Здесь он употребляет, Ханан Парад, Ну, то, что обычно речи, может быть, так делать не будут. То есть, вы видите, что у нас есть инфинитив, да? Ле-га-стир, да? Но когда он говорит в одно слово ле-астир-о-то, то есть в одно слово, то это слово несколько изменяется, и получается ле-га-ста-ра-то. Ле-га-стир-о-то. Ле-га-стир-о-то это ле-га-ста-ра-то. Для того, чтобы его спрятать. Но как бы понятийная идея, она заключается вот в чем. Если ты скажешь, что сказано, Амаком Ашеров Харашем. Место, которое выберет Ашем. То есть, это будет в будущем. Но он сказал, неправильно думать, что это место, оно неизвестно. Нет, он говорит. Приводит Медраж, который говорит. Нет, это не так. Это место было уже известно. Шести дней творения. И дальше перечисляет Давид Амеллах, и то, и Авраама, Акида. То есть, это некоторое конкретное место. И то, что здесь написано будущее время, это вообще не в том смысле, что когда дойдет дело, тогда мы его выберем. Нет, это место было изначально. Но остается загадка, которую мы дальше попытаемся сейчас раскрыть. А именно, какая идея в том, что это место скрыто и не упоминается Байфируш. Не упоминается явно, откровенно, а упоминается 16 раз в виде Рамазим. Дальше. Кто-то, кто-то, кроме Иры, хочет читать? Саша, ты хочешь читать? Саша, ты хочешь читать? Пожалуйста. По кусочкам. Хорошо, будем по кусочкам, чтобы сразу переводить. Окей? Итерамизод? Что такое итерамизод? Правильно. В Илах. То есть, Иерусалим, который со времен Давида и далее. Правильно. Вот поэтому переведет Микдаш Мелы. Да. Становится... Превращается, становится, правильно, да. Да. Ну, а дальше есть некоторые синонимы. Да, да. Царским городом, правильно. Дальше. Перевод. Не-не. Да, Ио, Ио, да. Да. Илеза, понятно, почему Ио? Потому что Шма. Стоит, гей. Яш, как было бы, если было бы его имя? Правильно. Здесь написано Шма. Ио имя. Потому что город женского рода, да. Мускар упоминается, правильно? Да, да. Бомикра в Писании, в смысле... Более 640 раз. Шешмеот. Шешмеот. Варваим. Шешмеот. 640 раз. Да? Окей. Да. Значит, в своих разных выражениях, кроме слова Ярушалаем, ни разу не упоминается. Но в своих разных выражениях, Ирам Илуха, Иракодыш, Мигдаш Мелых и так дальше, упоминается 640 раз. То есть, мы видим, есть некоторое... Так это представляет Ханан Парад. Понятно, что в конце он построит некоторую, как бы, сианитскую религиозную концепцию, которая нам будет очень, как бы, мне, во всяком случае, очень приятно, понятно и так дальше. Но вся идея в том, непонятно, зачем нужна эта игра в прятки. Окей? Место, которое... Да. Да-да. Пожалуйста. Да-да, пожалуйста. Да-да. Ну, бешмам и фураж это в своем, как в нормальном, в своем нормальном, даже не одного раза, да. Пешер, ма-пешер. Пешер нескакома буин азе. Да. Какой смысл этой игры спрятать? Правильно. Мадуа мастера, кадрус бургуша, коль голубый ядуа лапанам. Да. Почему Господь Бог скрывает, что все ему... Нет, скрывает, нет, он как бы, ну, как бы противорее. Ему, который... Ему открыть. Нет, почему... Которому человеку. Нет, которому... Он... Я же помогаю, я не спорю, я помогаю. Им все открыто. Ему все известно. Это макон, а шер и ка. Это место, которое он здесь берет. Хорошо. Все совершенно правильно. Я хочу просто подчеркнуть, чтобы было понятийно понятно. Он как бы прославляет, как противоречие, сталкивает. Как такое может быть, что Всевышний, которому все известно, а коль голубый ядуа лапанам. Все открыто, известно перед ним. Зачем? Зачем? Он это спрятывает. Зачем он это прячет? И от себя, я говорю, и при этом он создает свое впечатление, как будто он сам не знает. Как будто он сам не знает. Еще говорится в будущее времени. Машир и Фхар. Что он сейчас не знает, а потом как бы вот покажет нам. Он говорит, это неправильный подход. Окей? Хорошо. Трое мужчин пока не читают. Правильно я понимаю? Окей. Значит, мы делимся. Да. По очереди будем читать? Да? Все замечательно. Яш, если можно, я тебе буду помогать. У нас сейчас заголовок. Правильно. Ит на халут. Он говорит, прежде всего, поселение. Ребят, прежде всего должно быть освоение страны. Это у нас заголовок. Хорошо? Окей. Можешь прочитать первую фразу? Я тебе буду помогать 100%. Шалаль. Замечательно. Шинеймру. Пианох. Зум. Переведем этот кусок. Хорошо? Миток шлаль атаамин. Что такое шлаль? Что такое шалаль? Что? Нет. Шалаль, шалаль. Это то, что на войне берут добычу. Имеется в виду, что огромного количества. Из огромного количества. Тамим. Имеется в виду, там это вообще вкус. Здесь имеется в виду злобного количества. Объяснений, которые были даны к этому месту. Сугия. Сугия. Это некоторая идея разбор. Из множества комментариев, которые были даны. Вот на это место, которое обсуждается. Расшифровать. И аж дальше. Невакеш. Правильно. Замечательно. Пороша. Невакеш. Саша, что такое Невакеш? Мы попробуем и постараемся. Или Невакеш в смысле попросим. Лаир осветить. Кан. Здесь. Шны и Судот. Два фундаментальных основ. Исот это основа. Исот обайт это бейсмент. Это как бы фундамент. Шны и Судот. Две основы. Две фундаментальные объяснения. Аремузим. Это уфаль. То есть это пассивное время. Правильно. На которых есть намек в нашей параше. Правильно. Окей. Саша, читай дальше. Два фундаментальные объяснения. Дальше. Бенемук. Что такое немук? Немук это аргумент. Да. Вот когда происходит. Не про нас будет сказано суд или что-то такое. Там говорят. Какие там немуки. Млэагана. То есть вот у защиты там адвоката. Какие у них есть адвокаты. Какие у них есть действительно аргументации. Так вот первая вот эта ИСОТ основа. Это можно найти. То есть он как бы вложен, сложен, завернут. Вот в этом следующем аргументе Торы. Элезарь, пожалуйста, слушай жирным. Это потрясающая фраза, которую знают все. Теперь мы ее тоже знаем. Я вам постараюсь сообщить с того, что мне известно то, что у меня в ушах, да, я не хочу сказать, скрипит, но звенит, да, всякий раз, когда в Израиле происходит разборка, да, и говорят, что вот у нас как бы все плохо, и это там вот трамвай строили 50 лет, там еще что-то, еще что-то, то люди, которые хотят, есть такое выражение хацикос мля, хацикос рейка. Это всегда, когда у тебя есть полстакана воды, ты можешь, знаешь, посмотреть. Можно посмотреть на пустое и говорить, все плохо. А можно говорить, наполовину наполни, но говорить, все хорошо, потому что все наполнено, да, и тогда, когда объясняют, что все как бы хорошо, не все, но есть половина наполненная, тогда приводит это выражение. Что это значит? Ну, потому что мы до сих пор не пришли куда, а дальше самое кайфовое место. Как кайфовое место обозначается? ЭЛЯ Мэнуха, то есть вместо... Что-что? Вместо вдохновения, вместо вдохновения ИНХАЛА, что-что? Ну да, но имеется все-таки не ароменуход, да, а имеется ввиду Аль Мэнуха, то есть в место, в котором ты можешь спокойно существовать, или нахала. Нахала – это место-место, то есть у тебя есть земельный участок, который не просто ты захватил, стоишь с пулеметом и как бы отражаешь бесконечное нападение врагов, а в смысле, что ты можешь его передать и делать из него как бы нахалу, то есть земельный надел, который может передаваться в качестве удела. Окей, хорошо? Ир, читай, а то ура. Покруг. Да. Почему это выражение такое важное? Сейчас увидим. Я не понимаю, что рано-рано успокаиваю. Какой нам кто-то снится? Вы еще не достигли. Секунду. Поэтому я спрашиваю, почему? Не буду отвечать, объясню почему. Наша идея, я ужасно боюсь, что мы не успеем прочитать. Нашу идею прочитать. Сейчас Рафханан будет это объяснять. Но как бы идея правильная, все. Он говорит, что прежде всего, первое объяснение, оно уложено вот в этом выражении. Ну, я не хочу открывать карты. Я как бы читал, я это знаю уже практически наизусть. Вот. Но мы сейчас увидим, почему. Ир, читай, лис. Сейчас, секундочку. То есть, она просит, да. Что такое леадиш? Подчеркнуть, подчеркнуть. Что такое ткуфат бейнаем? Переходный период. Средний, да. Этот гугл так перевод. Что будет ткуфат бейнаем? Переходный период. А какой переходный период? Речь идет о том, что, какой у нас исторический бэкграунд. О том, что сейчас колено входит в землю. Они ее еще не завоевали. Они находятся ткуфат бейнаем. То есть, они знают, что земля будет разделена. Но ее надо завоевать. Это называется ткуфат бейнаем. Так вот, Туран нам подчеркивает, или просят, как бы, подчеркнуть, что в этот переходный период, дальше, муталь. Муталь, аль бейт-Исраэль, лейт-Македы, бе, кивуш. Да, муталь, аль бейт-Исраэль. То возложено, бейт-Исраэль, в смысле, все израильтяне. Да, ну, можно сказать, народ Израиля. Или евреи, или израильтяне, как угодно. Да, бейт-Исраэль. Что такое лейт-Макед? Да, 107. Кто знает, что такое 107 малая думья? Мукед. Мукед, это второе слово. Мукед, это фокус, да? Фотоаппаратия. Фотоаппаратия. Фокус, как называется? Микуд. Лейт-Макед, это сфокусироваться. Она, как и точно, очень похожа на русский, говорится. Нас просит. Турак говорит здесь, ребята, сфокусируйтесь на самом главном. А что сейчас самое главное? Кибуш вихилук. Кибуш вихилук. Что такое кибуш? Захват. Такое хилук, разделение, правильно? Полука это разделение. Дальше. И дальше через запятую. Яруша. То есть, после того, как ты захватил, распределил между коленами, превратил это как бы в наследство, которое ты можешь передавать дальше. Яшива, бетуха. Это безопасное, безопасное проживание. Да? В элэфихах. Аль-Коль шевет. Литбок бэна халато. О! Вот смотрите, здесь ответ на то, что говорила Злато. Поэтому, поэтому. Элэфихах. Лэфихах это поэтому. И поэтому Аль-Коль шевет. На каждом, на каждом колене лежит обязанность литбок бэна халато. А именно, прилепиться к своему наделу. Окей? Как сказано? Как сказано? Видите, здесь есть огласовка. Да. Почему? Потому что сказано. Человек каждый, каждый, на деле, у деле, как угодно, отца своего, да, по колену он к нему прилепится и так будет у всех на Исраэль. Уже как бы, ну, линия более-менее понятна. Иерусалим был известен, где Иерусалим. В конце концов, когда открылось, все открылось, да, то это в колене Иуды. Важно было, чтобы занимались делом. Каким делом? Занимались захватом, заселением. Ну, все понятно, да, практически цели. А не все бы, а не все бы стремились в Иерусалим и сказали, зачем мне мой надел где-то там в Мениамин или еще где-то в пустыне, когда вот самое клевое место, оно там. Пойдем туда, будем жертву приносить, да? Окей, это как бы вот такая, такая логическая линия. Злат, пожалуйста. Да, он говорит, ну, это иврисскими буквами, да, пишутся, пишутся английские слова. Local Patriotism. Да, это местный, почему местный? Потому что говорили, что каждый должен прилепиться к тому месту, где он живет, к своей провинции, правильно? А не к Метрополии. Окей. А Шифти. Вот этот локальный патриотизм, ну, как бы, да, коленный племенной, да. Хьюни, да? Хьюни, да. Да. Жизненно важный. Да, вот этот локальный патриотизм. Сейчас, секунду, будем по кусочкам перевести, чтобы не запутаться. А, пожалуйста, нет проблем. Хьюни, лэгитя шву, положительно влияет на... Нет, положи... Не-не, не... Сейчас, секундочку. Не-не, секундочку. Не хьюни. Это разное слово. Есть хьюви, это положительное, да? А здесь хьюни. Хьюни – это жизненно важный для поселения. Да. Дальше. Ахранный хир, ахинь, и ваше ханить, сего алунь лэгабо. Ликбот, я думаю. Ну, может быть, логовый, может быть, ликбот, я думаю. Хотя цена физическая и духовная, как я понимаю, высокая. Да, которого может затребовать, да. Алуль, алуль. Алуль, вы знаете, алуль – это всегда отрицательно. Алуль – это то, что может произойти в будущем, но это всегда имеет отрицательный оттенок. Да? Мы... Да? Пожалуйста. Ирл – это Иерусалай, иксер – это швар Ахан. Если бы Иерусалим был избран уже сейчас. Гавя водавал алю лизгон, бадхушаки, гаары, пула, рыуя, лазачва Ахшкина. Это... Илу Айта, Иерусалай, вот смотрите. Сейчас, сейчас, Злат. Не-не, Злат, я сейчас не буду переводить, хочу сказать некоторую общую вещь. Очень важно, посмотрите здесь, поскольку, то, что я сказал в самом начале, здесь текст, он не огласованный. Поэтому, очень важно, как бы иметь фокальное зрение. То есть, с одной стороны, вы берете ваше слово и пытаетесь понять, что такое, например, Илу Айта, да? Но с другой стороны, вы должны переключить фокус и посмотреть до какого-то места значительного, насколько у вас хватает, как бы, зрения посмотреть, понять, о чем идет речь. И тогда, тогда у вас, как бы, этот пазл, он ложится в некоторую пятидесят речь, которую вы понимаете. Потому что на одном дыхании Илу Айта, Ирушалаем, нехперед, квар ата. Вот здесь, здесь, должен стоять знак припинания. Не, не, Злата, если можно сначала со слова Илу до ата. Если бы Ирушалаем был избран уже сейчас. Атази сейчас. Атай, Атай, это Ахшар. Это здесь повлияло бы на ощущение, что здесь Эра-Затраэль здесь уже соответствует высокому. Нет, что вся земля, вся земля, если бы, если бы Ирушалим, если бы был выбран Иерусалим уже тогда, у них бы могло быть ощущение, а я довар, то есть довар, вот эта сложившаяся ситуация. Довар, это, вы знаете, это самое, одно из самых употребительных и одно из самых многоупотребительных слов. Да, вот по-видимому, по-русски тоже называется, организация была, насколько я помню, слово и дело. На иврите это слово и дело, это одно и то же самое и есть. Довар это слово, а с другой стороны, довар, довар, это как бы и дело. Да, ну может быть не практическое, потому что МАСЭ все-таки практично, тем не менее, довар это дело. Когда говорят Эйн, так вот здесь, а я довар, довар имеется в виду, имеется в виду, что это да, да, довар не слово, а в смысле, это ситуация. Опять мы говорили, а луль, это всегда отрицательно. Она бы способна, в ней был отрицательный потенциал, левгом. Левгом это бгам. Бгам вы знаете, бгам это дефект, реально это дефект. Человек получил, да, человек заказал домой продукт, от чайника, не знаю, до машины, и не дай бог нашел в нем бгам. В нем это могло бы причинить ущерб, да, в куше, какой-то куше, в ощущение у всех, что вся земля руяла шрапшхена. Вся земля достойна того, чтобы не было шрапшхена. Почему? Потому что сказали, что Иерусалим в колене. Иуды, они бы сказали, но мы получили второсортное, потому что первосортное-то у него, а зачем нам надо второсортное? Вы же сказали, делили все поровну, правильно, на всяком случае, не было такого, что где-то VIP, а где-то не VIP. Поэтому не было сказано, чтобы все завоевывались и били за свое, жду всех все равное. Окей? Хорошо, дальше. Вешватим. Да, переведи, если можно. Ну, колено, да. Опять алулием. Нет, лим-ос, ма-ус. Ма-ус, ма-ус, это бас. Не-не-не-не. Ма-ус, это обрыдло, это надоесть, это что-то, найдите быстро русский коэффициент, да, это что-то, антоним, слову ценному, когда человек что-то уважает. Это не уважать, а наоборот. А, пренебречь. Да, пренебречь. Ну, вообще, говорятся, адава разэ ма-у-салай. Что значит, ма-ус, слушай, мне настолько сточертело, он говорит, ну, просто мне ма-ус. Ма-у-салай. Когда человек говорит, мне это просто неинтересно, я не вижу в этом ценности ма-ус. Они бы не хотели заниматься своим братьям. Бена халатам, своими уделами, да. Да, бена халатам. Ну, тут даже азва имеется в виду, потому что предыдущее слово было в единственном числе, да, свой удел. То есть здесь азва, оставить ее. Подняться в Иерусалим, да, они бы сказали, зачем нужно наше это, когда вот самое классное это там. Окей? Ну, хорошо, еще кусок. Мишело, да. Вот посмотрите внимательно. Вот это очень интересно. Яш, посмотри, очень интересно, да. Вот смотрите, у вас есть сочетание четырех букв. Мэм, Шин, Ламет, Аллов, правильно? Значит, можно биться до потери пульса, не понимая, какой здесь корень, о чем вообще идет речь. И только когда у вас, во-первых, натренирован глаз, да, как только вы видите Ламет и Аллов, у вас сразу речь идет о том, что это ло. Прежде всего, это ло, да. А все, что до этого, все, что до этого, это, как это называется, суффиксы, что-то типа этого. Мишело. Пока не было. Пока не было. Мишело. Да? Но на самом деле, вот это только... Как? Мишело не дала. Да. Тот, кто не открыл. Маком Мигдаш. Я думаю, не... Маком Мигдаш. Не, я думаю, Маши Лонидгала. Тут не идет не про человека. Идет, что пока не было открыто Маком Мигдаш. Маши Лонидга. Да. Да. Место географическое, в смысле. Да, храма. Да, правильно. Давек. Давак. Я думаю, здесь просто Давак. Прилепился. Да. На холоту. Да. Прикреплялся, приклеивался каждое колено к своему месту. Да, правильно. В Ирак, Лаахар, Шенит, Басеса, Айт, Яшву, Ла... Нет, я не смогу перевести. В Ирак, Лаахар, Шенит, Басеса, Ит, Яшву. Только тогда, когда поселения... Упрочились, устаканились. Устаканились, да. Лаит, Басес, вы понимаете, от какого слова? Слово Басис. Это просто... Обосновалось. Обосновалось, да. Очень похоже на русское обосновалось, да. Да, он обыгрывает то, что у нас было до... Там было сказано, что не пришло, а вот после того, как обоснуется, тогда... Придет в свою Минуху и в свою Нахалу. Придет к своему покойу. Да, и к своему наделу. И вот, Басеса, не там, Ла, Лот, шла в Абаде. О, тогда можно перейти, подняться. Да, шла в Абаде, следующая ступень, правильно? Да, и до конца, как сказано. Да, 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 да. И встала... Ну, и в смысле поднимешься, и поднимешься, и откроешь... Да. Перед собой место, которое... Да, да, да. Ну, как бы понятийно понятно, что после первого вот этого биная, мы перелистываем следующую страницу, да, после первого этапа обоснования, захвата, раздела, и пятая, и десятая, когда ребятам говорится, ребят, сейчас все, у нас сейчас самый главный этап, это самый главный лагерь построить, да, сам главный фельдовский лагерь, сам главный фельдовский лагерь, окружить, забором, все, все, все. А место для храма потом поймете. Дальше сейчас ситуация не такая простая. Она будет немножко закручиваться. Ир, читай. Яфим. Да, почему нет? По кусочкам переводить. Это такое выражение. Да, вот человек смотрит. Я демонстрирую. Это в чате написано. Смотрите, я демонстрирую на экране вот место, которое мы читаем. Сейчас мы читаем первые строчки. Первые строчки. Вот страницы, которые перед вами. Окей? Передальше. Здесь слово Яфима Дворим. Дословно красивые слова. На самом деле, более правильно русский перевод. Я думаю, слова эти были верны в те дни. То есть, хорошо эти слова были для тех дней. Да? Каких дней? Правильно. Для поколения завоевателей Кнаана, да. В Яфиму из Маназе. То есть, они были тогда. Ну, и для нашего времени они тоже правильные. Да. А как называется наше время? Наше время называется... Да. Возвращение в Цион в наши дни. Ба-Нидраш-Ая. Этос. Когда было важно, Ба-Нидраш. Ба-Ба имеется в виду к слову, да? Ба-Ба в Ткуфа. Да, это Ткуфа, да. Было востребовано. Нет, было необходимо. Нидраш было необходимо. Даруш – это то, что мне необходимо. Что было необходимо? Ла-Лот-А-Ля-Нес – это такое выражение. Ла-Лот-А-Ля-Нес – это поднять на флагшток, а именно сделать это важным. Сделать это важным. Правильно? Что дальше пишется? Этос. Этос. Ну, я не знаю, по-русски есть слово «этос» или нет. Имеется в виду адженду «этос» – поднять общую символику чего? Ну, не знаю, общую как бы символ, символику чего? Бехолер хавеар. Да, тогда было очень важно. Ну, да. Ну, даже миф – это плохо. В смысле «этос» – это имеется в виду адженда. То, что, я не знаю, может, в современном русском языке тоже говорят адженда. Или нарратив, да? Ну, даже невысокий смысл. Имеется в виду вот нарратив, в смысле, по которому мы идем. То, чем надо сейчас заниматься. Вот то, чем надо сейчас заниматься, захватывать землю и как бы дальше то, что говорили. Делать ее безопасной и так дальше. Согласен и лично. Что-что? Да. Да, да, да. 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 Да, даже, даже, даже. Кам и нитмаэт. Ну, такая очень длинная фраза. Нитмаэт. Что такое мят? Саша, что такое мят? Да, нитмаэт он сделал из этого глагола. Ну, он не так часто встречается. Даже если уменьшится. Леша. Леша, да? Какое-то время. Да, имеется в виду леша – это на короткое время. То есть, вот, на этот короткий период. Да? Мамадаш иерусалим. Да. Статус, да, статус Иерусалима. Потому что скажут, что, смотрите, Иерусалим – это важно. Но, тем не менее, вот важны еще другие дела. Окей? Да, но Иерусалим еще как-то не существует. Ну, подожди, значит, не существует. Но он говорит, что в наши времена, когда создавался Израиль и все прочее, тоже была идея, идея подчеркнуть важность поселения, а не только, значит, вот Иерусалим, восстановление храма и так дальше. Я так думаю, такая идея, да? Дальше, говорит, читай. Может, дальше? Да, вот очень интересно. Он говорит, что значит слово «эвшар»? Возможно, что этот скрытый смысл – это тайна, да? «Гануз» – это высокое слово. «Гнеза» – это там, где, куда архивируются генизы, правильно, да. А «гануз» – это не просто спрятан, а он спрятан для того, чтобы быть когда-то открыт. Это такая идея. Да, вот у человека есть бриллиант, и он его куда-то зарыл, но не с тем, чтобы вообще его зарыть на всю жизнь, а с тем, чтобы он когда-то снова засверкал, и его там дети нашли. Это называется «гануз». Ну да, припрятан, но даже еще более высокий смысл. «Гануз» – это «гануз» – всегда речь идет про какое-то сокровище, которое где-то спрятано для того, чтобы быть обнаруженным. Так вот, он говорит про эти слова. «Ившар» – «шесо» – «дзе» – «гануз». И очень может быть, что вот эта тайна, или вот это объяснение этой тайны скрыто спрятано, или припрятано, как сказал Элиезер, да? «Бэхазон» – «хазон» – это видение, да? «Агеула» – видение. Да, вот, ну, как бы освобождение. Которое, да, сказал Навис Хария. А что сказал Навис Хария? «Бэришуна» – «Бэришуна» – «Лиман» – «Лос» – «Сигдаль» – «Тис Эрит» – «Бэйд» – «Дави» – «Тис Эрит» – «Юшевла» – «Юрушалайм» – «Юрушалайм» – «Али Иуда». Я вам переведу сразу. «И спасет Господь шатры Иуды первыми, чтобы не возгордился дом Давида и жителей Иерусалима перед Иудой». Ну, если он показывает, что здесь, да, непонятно, почему одно колено противостоится другому. Почему Иуда в Исраиле? Он говорит, может быть, в этом и был смысл, чтобы несколько принизить дом Давида, чтобы он не возгордился, да, перед Иудой. Ну, идея заключалась в том, чтобы занимались не только Иерусалимом, а занимались всей страной. Ну, хорошо, постараемся дальше. Ну, вот, соседка. «Ад Эмца Маком» – «Ад Эмца Маком». Смотрите, слово «эм»… Совершенно правильно. Смотрите, опять, когда вы слышите на ухо, да, особенно, когда говорит человек, типа нас, да, у которого «Айн», например, и «Алов» не разделяется. Когда мы говорим, «Айн» и «Алов» не разделяется. У Бурсуа израильтян точно так. Вы слышите, «Эмца» звучит как середина. Здесь «Эмца» – это совсем другое слово. Это будущее время от слова «находить». Пока я не найду место. И это правильный перевод. Только «Алов» – первый человек натыркался, второй он более-менее понимает, о чем идет речь. Окей? Леастер, я думаю. Панеа, панеа, слиха. Вот этот кусочек можно перевести? Сейчас, сейчас, этот кусочек перевести. Да. Скрытие. Скрытие. Скрытие Иерусалима поверхности. Да, а дальше, и дальше, это у всех на слуху, и у вас тоже. Сейчас, одну секунду. Сейчас идет то, что в кавычках, да, это цитата из Широ Ширин. Это у всех на слуху. Да, мы это читаем, да. Где? Скрыть где? Или подобно тому, как? Бехагвей. Бехагвей. Мадрыга. В расселенных скал под кровому ступу. Посмотрите, русский. Это кусок из Широ Ширин, да. Дальше. Науц. Что такое науц? Науц – это тоже спрятан, но даже больше, чем спрятан. Да, потому что науц – это вот воткнут. Вот он там находится. Это вот такое слово, что он не просто спрятан, а он туда вот воткнут. Да. Да, перевод. В чем он науц? Например, когда человек, вот я смотрю на Элезер, вот так вот, да. Это называется «Уна Ац Бим Абат». Он воткнул в меня взгляд. Да. Ну, как говорится, есть взглядание. Науц Бим Агама, то есть он заключается в стремлении… Лешатеф, слово «Лешатеф», оно нам здесь важно. Для того, чтобы… Сделать всех участниками. Нет, сделать всех участниками поисков. Поисков Иерусалима. Да, все колена, когда дойдет время, они должны будут заниматься поисками Иерусалима. Почему? Потому что все знают… Да. Это Агаватам, Алея. Элея, да. Для чего? Для того, чтобы вас здесь пробудить… Пробудить, правильно. В сердце их. Ну, здесь дословно в сердце их, Балибам. К ней, да. Вот теперь вопрос на засыпку. К ней – это к кому? Кто знает, не говорите. Правильно. Иерусалим женского рода, все знают. Замечательно. Окей. Окей, дальше. Да? Да. Да, 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 конечно. Да, да, ну, да, правильно. Да. А вы говорите, почему? Да, и на что это похоже? С чем это можно сравнить? Да. Да. Камахапэс – это Иша, шэноадалу. Да. На человека, который ищет женщину, который ему предназначен. Замечательно, сто процентов. Миток, тхушат, бдидут, шэль, лотов, линьот, адам, бдадок. Да. Сейчас, секундочку, понятно, да? Пожалуйста, да. Злата, как вы переводите это? Миток, тхушат, бдидут, шэль. Если он ощущает. Да, правильно, потому что вот его это стремление. Ощущает. Это одиночество, при котором нехорошо человеку. Не, не, но это цитата. Лотов, йот, адам, лавадо. Человеку нехорошо. То есть человек чувствует, что нехорошо быть одному, и он отправляется на поиски. И он ему говорит, из чего человек выходит на поиски? Зачем вообще он начинает искать? Потому что он знает, что внутри него есть некоторый позыв изначально, триггер, да? Лотов, йот, адам, лавадо. Он выходит на поиски. И вот точно так же получается по Иерусалиму. Почему? Потому что как заложено лотов, йот, адам, лавадо, точно так же. Не сказано, где будет, но совершенно точно, что будет. Поэтому совершенно очевидно, что плохо быть одному, но непонятно, кто она. Поэтому надо искать. Поэтому идея в том, что место Иерусалима не открыто. Вот так он строит эту концепцию. Злата, можно дальше? Не, ниф-ам. Ниф-ам. Вот по-амы. Сейчас, сейчас. Валь-кен, ко и ниф-ам. Ко-ниф-ам. Ко-ниф-ам-либо. Ну, сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, оставимся. Вот этот маленький кусочек. Валь-кен, ко-ниф-ам-либо. Аль-кен – это поэтому, да? Что такое ниф-ам? Ниф-ам – классное слово. Это немножко высокий еврей. Ниф-ам – это биение сердца. Ну, по-ам, с одной стороны, это и один раз, два раза. По-ам-айм – это как бы два раза. Парное слово, правильно? И поэтому так бьется, стучит его сердце. По-ам-либо – это вот стук сердца, да? Когда? Бэша. Да, пожалуйста, перевести, перевести. Удостаивается. Зухэ удостаивается, правильно? Да, и поэтому его сердце так бьется, когда он удостаивается найти ее. Правильно. Это опять… Нет проблем. У нас живой урок, у нас живой урок. Я понимаю, но я не могу так читать. За этим не сказать, потом… Нет проблем. Нет проблем. Киу. Ки-ги. Ки-ги-этсм Ме-этсмаб. Ме-этсамаб. Ме-этсамаб. Да. Не-не-не-не-не-не. У басар ме-псаро. У басар ме-псаро. Потому что она… Его косточка. Нет, кость от его кости, дословно. От его косточки. И плоть от его плоти. Окей? Это тоже выражение цитата. Посмотрите. В русском везде я как бы нашел. Везде, из каких мест, поговорится. Окей? И дальше. У бэ-э-мэт. У лат. Не-не-не. По кусочкам. Арбаим-йон кодем яцерат у лат. Это дальше начинается мидраж. Поэтому язык немножко нам непонятно. Тем не менее, мы его разберем. За 40 дней. До того. Кодем. Да. До создания. Ну, у бара. Как это? Не зародыш. Как это называется? Ну, человек, короче говоря, новорожденного. Да, да. Ну, не зародыш. Это новорожденный. Вот это очень здорово. Вот это замечательно. Я вам сейчас, я не могу не удержаться. Это займет одну секунду. Я вам объясню. Наш общий знакомый, да, Пинхас Полонский, да, он мне посоветовал пользоваться чат GPT. Сейчас очень модно, да. Вот искусственный интеллект и пятый десятый. Вот я именно эту фразу туда поставил. Было совершенно потрясающе, потому что он прочитал так же неправильно, слегка Злат, как прочитала Злата. Он прочитал здесь Шеббат. За 40 дней до рождения ухраз. То есть, объявлено Шеббат, что дочь. Он прочитал Шеббат. Дальше он в шести фразах построил концепцию. На потрясающем русском языке было написано, что еврейские родители в соответствии с традицией заключают соглашение о соблюдении субботы за 40 дней до рождения этого. Вот это чат GPT. Представляете? Он построил концепцию, почему он прочел неправильно. Он Шеббат, он Шеббат прочел как Шеббат. Почему это дочь? Потому что... Не-не-не. Потому что мы сейчас не будем тройти, но, насколько я понимаю, я думаю, что это правильно. В традиции вообще, в Талмуде в частности, нету симметрии между мужчиной и женщиной. Но идея в том, что когда рождается кто-то, то ему говорится, что тот уже предназначен. Но в качестве примера выбирается мужчина, а не женщина. Почему это так, это не ко мне. Хорошо? Идея понятна? Окей, замечательно. Дальше. Плони, да. Плони, ты знаешь, что такое. Плони альмони, плони это кому-то. То есть, как это... А, имерят. Вот такое слово, правильно? Да, без имена. Да. Правильно. Давка это именно. Эмоциональный. Ну да. То есть, грубо говоря, есть триггер, который работает. То есть, человека что-то толкает. Он знает, что найдет. Ну, что он не знает. Поэтому любовь с первого взгляда, да. Ну, мы же знаем все это, Яш. Мы же знаем, что толкает. Мы же знаем, что толкает, да. Это серова. Ну, не только Ецерова. Он тебе объясняет, что не только. Окей? Беседер? Просто надо, понимаешь, это Ецерара, это бензин. 95 октан, который как бы должен подкручивать. Окей? Ну, хорошо. Ир, читай. А, да не, 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 слегка. Правильно, правильно, правильно. Яш слегка, да, да. Никакой дискриминации. Яш, да, конечно. Яш, да, конечно. Да. 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 Исо, дзе, да. Ну, вот этот фундамент, то есть, вот это фундаментальное объяснение, да. Мы фураж, то есть, объяснен, да. Б, пасук. Ну, пасук имеется в виду, как мы говорим, пасук, либо стих. Итак, какой стих? Лешахно. Ти дрешено. Это у меня осталось от сканирования, я думаю, текста. Это, конечно, в одно слово. Просто вот то, что там сверху стоит дефис, уберите его. Это у меня осталось от сканирования. Этого страницы. Лешахно. Ти дрешено. Увата лешам. Да. Это вот такое сложное выражение. Да. Сейчас, секундочку. Да. Но только к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен вашего, и к обиталищу его устремляйтесь, и ищите, приходите туда. У нас сейчас дальше, насколько мы успеем, будет все время повторяться эта фраза. Поэтому давайте посвятим буквально одну минуту, чтобы понять. Лешахно. Ти дрешено. Увата лешам. Что такое ледрож? Ледрож это требовать. А не дореш. Ам дореш. Вот. А что сейчас народ требует? Скажем, трамваи по субботу. Ну, часть народа это требует. Это называется дреша. Дрешат атошлум. Что человек требует? Плати. Поэтому ледрож это слово жесткое. Да. Итак. Лешахно. Мы уже говорили. Шахно. Утвердить его там. То есть найти ему обиталище. Да. Те, кто из вас брали машканты и все прочее, они знают это слово. Правильно? Машканты. Вот шахно. Это все то же самое слово. Шахэн. Машканта. Мишкана шикун. Это все то же самое. Шхиним. Нейборс. Это все это же самое слово. Это проживание. Постоянное проживание в каком-то месте. Окей? Лешахно. То есть для делания его места постоянного проживания его с большой буквы, в смысле Всевышнего, Тидрышену вы будете востребованы. То есть не востребованы, в смысле вам потребуется это сделать. А потом Увата Лешам. И вот поймите, сейчас здесь Ханан Парад будет строить именно на порядке этих слов свое дальнейшее объяснение. Почему? Потому что посмотрите, какой порядок снов. Сначала Тидрышену. То есть сначала тебе требуется что-то сделать, а потом ты придешь туда. Вот обратите на это внимание, потому что сейчас этому будет посвящено объяснение. Окей? Можно читать фразу до конца? Эйтиф. Эйтиф. Якуди. И хорошо сделал. Ну, итиф от слова топ. Правильно? Итиф в смысле, ну, как бы хорошо прокомментировалось переводить простым юзским языком. Хорошо перевел это или я. Отлично, замечательно перевел это выражение. Якуди в смысле уникальное. То есть такое больше нигде не встречается. Да, вот это Это хорошо перевел Рамбан. Саш, да? Ну, хорошо, давайте переведем. Вы там, опять. Да, какой смысл того, что сказано? Вы, вам, от вас потребуется, ну, не дословно, но идея, от вас потребуется поселить Всевышнего. В чем это заключается? Придете из дальних стран. Правильно? Вы тишалу просите. Ну, какая образная вещь. Отлично. Еврейский народ пришел из пустыни, дошел к земле Ханаан. Это мы, Мирхаки. И вот он спрашивает. Что он спрашивает? Читай дальше. Это у меня остались. Я не вычистил. Это у меня осталось отсказать. Но неважно. Она дэрэх байт. Она дэрэх байт. Вэтумру ишелек. Она, да, скажут. Ну, здесь она, это пожалуйста. Но имеется в виду, пожалуйста, покажи. Где? Да, да. А, байт ашем. Слиха, слиха, слиха. Это вместо палочки он так сделал. Покажи, где... Дорога к дому Богу. Да, да. Где дорога к дому Богу. Да, ну, к храму, да. Байт умру ишелек. Тогда они пересмотрятся вот так. Они скажут. А где же эта дорога? Тогда они посмотрят друг на друга. И что они скажут? Не, это опять. Это слиха. Это у меня неправильный УСР. Леху. Леху. Леху вэнэра. Налэ. Налэ эльдар. Арашем. Давайте поднимемся на гору Господню, да. Эль бейт элуэй Яков. Да. К дому Бога Якова. Да. Это из Ишая. Вот в русском написано 2-3, да. Да. Или, как это говорится, Юрмияу. Как сказано Юрмияу. Да. Да. Си-йон. Иш-я-лу. Дэр. И не думай пнеэм. Си-йон и шалу. Дэр. И шаг переводится. Поднимемся к горе Господне. Дом Якова Ишаяу. Да. Окей. Беседер. Хорошо. И то же самое сказано Юрмияу. Да. Эльезар, пожалуйста. У муси фрамбан. У муси фрамбан. Альпи. Си-фри. Альпи – это всегда тоже. Это на основе. То есть, как бы цитируя или основываясь на. Си-фри – это сборник медрашей книги дворим. Что означает тидрэшу? Тидрэшу. Альпи. А нави. Вот очень важно для вас. Они говорят, что такое тидрэшу. Вот тут как вам говорится. Что значит тидрэшу? Тидрэшу – дрожь альпи нави. То есть, тебе будет сказано. Здесь дружь, в смысле дражь. Тебе будет объяснено через пророк. Вот нам очень важно. Сами должны искать. Или пророк скажет. Да. Альпи нави. Дальше. Дальше. Да. Увата шама. Дрожь. Умаца. Бах юмер лах нави. Смотрите, вот здесь очень важно это понять. Я дико извиняюсь. Тут опять одна буква. Это осиар плохой. Но я вам прочитаю правильно. Что означает тидрэшу? Тидрэшу – дрожь альпи нави. То есть, ты должен, как будто по первому смыслу, тебе пророк скажет. Сиди и жди, когда тебе скажет пророк. Да. Тут не евуль, а яхоль. Это слихай. Это он. Да. Яхоль. Яхоль тамтин адши юмар ла нави. Что это? Можно понять, что ты должен сидеть и ждать, пока тебе не скажет нави. Да. Нет, говорит Талмуд ла мар. Но Талмуд имеется в виду, что писание. Нет. Писание говорит тебе. Лэшахнотки дрышу вата лэшам. Нет. Это ты должен, это ли дрожь. Это ты должен сам искать. У вата лэшам. А. Он говорит, так это вот надо понимать, акация. Дрожь умаца. Ищи. Ищи. И найди. И вот он пишет жирным. Вэ ахарках. Ахарках. Тут не бах, а ахках. Вэ ахарках юмар ла ханави. А уж после этого тебе скажет нави. Смотрите, какая интересная структура. Ты ищи и найди, как мужчина ищет женщину. Да. Это мы в предыдущем этом самом абзаце разбирали. Как мужчина ищет предназначенному женщину, точно так же ты ищи географическое место Иерусалима. А вот когда ты приложишь усилия и будешь стремиться, вот тогда пророк, он тебе подтвердит и скажет, где это точно будет. Окей? Хорошо? Ну, да. Ир, давай дальше. Я надеюсь, мы успеем это читать. Убен. 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 Муцин. Муцин. Багалит. Да. Скоро нашим легалит. Баль Антон. А. Лашен. Нежба. Лашен. Недер. Лавир. Яку. Да. Давайте сделаем так. Я прошу прощения. Может быть, вы согласитесь, чтобы нам успеть, да? Потому что нам в половине седьмого надо кончать. Я быстренько прочту до конца. Внятно, но быстро. Сам прочту. Хорошо? Чтобы нам просто успеть. А вы следите. И буду объяснять. Теперь дальше. Тут опять. Не вен, а кен. Вехен, а там у цебы Давид. Он говорит. И так же находишь у Давида. У Давида Амеллаха. Как написано в Таилим. Схор Ашем лэ Давид. Эт коль Аванато. Ну, как бы поставь заслугу Давиду всю его Аванато. Это скромность. Ашер нежба лэ Ашем. Когда он клялся Всевышнему. Когда он дал Всевышнему недор. Да. То есть, как это. Аброк. Зарок. Да. Ла Абир Яаков. Да. Абир Яаков это Всевышний. Одно из названий. То есть, ну, вот там. Князю Якова. Им и тен шнат ли энэ ла афафайт нума. Я тебе переведу просто это. Потому что все равно дословно по-русски это говорит. Сейчас, секундочку. Сколько там будет Давида. Как клялся он Господу. Давал обет сильному Якову. Что он сказал. Не войду я в шатер дома моего. Не поднимусь на постель ложа моего. По-видимому, идея заключается в том. Что я туда не войду. Пока я сам не приложу усилия. Наверное, я думаю, что эта идея такая. И дальше пишет. Ве манифла бьюро шель мальбим. Мальбим это комментатор. Да. Можете посмотреть, погуглить, кто такой мальбим. Да, я написал. Раби мейр элейбуш бен ихль михель. 1809-1879 год. То есть, 19 век. И вот он говорит. У манифла. Вот какое прекрасное объяснение. Бьюро шель мальбим. Ла мад лаэм шило и галэ ашем содо. Аль едей. Тут не ере, а едей. Аль едей навиав. Научил их, что не откроет им Всевышний свою тайну через пророка. Ле го диам. Объявляя им мкоманифхар. Место избрания. Через послой запятой. Рак им иштадлу базе. Только если они. Знаешь слово иштадлу. Зачем важно. Если они будут сильно напрягаться и стараться. Да. Базе. Вот в этом деле. Выйдрышу ахарав. И будут искать за ним. Будут его искать. Ве аз я аре. Я аре. Это в смысле геарут. Комментаты. И он им укажет. Ваз я аре. Ле эм. Рох мим ромим. И тогда укажет им рох. Дух сверху. В смысле от пророка. Ахаре. А аванару я. После того, как у них уже будет аванару я. После того, как они сформируют у себя правильное представление. Поскольку они доршим. Поскольку они искали, требовали и так дальше. Вот тогда им будет показано. Опять пишет. Яфим адварим лото дор. Повторяет точно так же. Хороший Яфим. Хорошее объяснение для того поколения. Ширак бисхуд кисуфав шельдавит. Что только из-за заслуг кисуфав. Смотрите. Кисуф это кесов. Правильно? Кесов. По-русски. Мани. Ну, я думаю, как по-английски. То же самое. Лезвый поправь меня, если они правильно говорят. Мани никак не связаны с желанием, стремлением. Да. На иврике понятно, что кесов. Касуф. Это что-то человек. Во-первых, это кесов. Это серебро. Это деньги на сырьевном языке. А во-вторых, кисуфав. Это то, что называется родцом. Только более сильный. Это страшное. Это страстное желание. Что-что? Ну, да. Что-то типа вожделение. Типа. Ну, только не чувственное. В смысле вот такое, да. Вот он, поскольку он стремился. У него было такое желание. Он заха. Он удостоился. Ему было открыто. Макома Микдаш. В Ирак бесхуд. Дим Атоя дума. И только в заслугу его слезы. Открылись перед ним ворота дворца. Правильно? В Иофим Адварима Дороин опять говорит. Ну, хороши эти же слова подходят и для нашего Дора. А Нидба. Что значит Нидба? Нидба, от которого было потребовано. То Вэ Аквали, это главный прокурор. Значит, здесь Нидба. От него было потребовано. От этого Дора, от нашего покоения было потребовано. Для того, чтобы он осуществил сам. Для того, чтобы его поселить, прилагая усилия и как бы напрягайся. В смысле, Либо этого Дора. И для того, чтобы пробудить в сердце этого поколения. Для восстановления божественного присутствия. И этот Най, и это условие для того, чтобы сказано потом. И придешь ты туда. То есть, вот этот предварительный процесс, этот Най. Ведь мы быстренько дочитываем до конца. Я думаю, что мы успеем. Быстро читаю до конца за 10 минут. Дальше. Смотрите, последний абзац. А, слиха, слиха. Измените у себя опять. Мне не хватило времени. Тут не менасим, мабатим. Не менасим, а мабатим. Вот это вот. Для тех, кто смотрит в интернете. Я извиняюсь. Это ошибка. Не нун, а бе. Мэна мабатим, невгашим. Что такое мабат? Что такое мабат? Злат. Да. Взгляды встречаются. Мабатим, невгашим. Да. Всех. Что в ушах? Какая фраза? Айн баайн. Сейчас будет пророчество айн баайн. То есть взоры встречаются. Дальше он говорит. Мори имеется в виду моревы раби. Да, это так моревы раби. То есть мой учитель и мой раф. А раф цви иуда кук. Это имеется в виду сына, 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 сына Рава Кука. Правильно. Он ногек, а я лева эр. У него так было принято. Или он так, ну да, у него так было принято. Объяснять. Да, ба дэрах. Вот таким способом. В смысле дэрах это способом оригинальным и удивительным. Это битуй, шебен вулат и шаяу. Который встречается в пророчестве и шаяу. Вот это знаменитое пророчество и шаяу, где говорится. Айн баайн ир у бешу фашем цион. Потрясающая фраза написана. По-русски переводится красиво так. Ибо воочию, я в скоках написал, встречаясь глазами друг с другом. Айн баайн. Здесь такая песня, я не знаю, вы слышали или нет, называется. Анирует хабейн айн. Я вижу тебя по глазам. То есть я читаю твои глаза. Вот здесь вот айн баайн, точно по-русски так не говорится. Глаз в глаз. Встречается. Хотя очень может быть, я подумаю, зачастую приходит. Смотри, слово воочию, воочию, очень может быть. Опять, это гениальный русский перевод. Воочию это. Да, но вот воочию, мне кажется, это потрясающе. Что-что? Воочию, скорее всего, ва бэ мойнэ. Я думаю, воочию это именно айн баайн. Ну, неважно, без сады. Мне так кажется. Да, вот это воочию. Итак. Ибо воочию, встречаясь глазами друг с другом, увидят возвращение Господа в Цион, да? То есть, что он говорит? Итак, он говорил. Глаза. Это окна души. И когда глаз встречает глаз, не в Гошот, а в Нешамот, тогда встречаются души. И так это происходит между парой влюбленных. И также между Всевышним и народом Израиля. Дальше. А вальзе, альфейшаним, амабатим бэйн айн шельмата. Ну, вот уже тысячи лет, да? Глаза какие? Нет, взгляды между дословно глазом нижним. Лэ айн шельмала, глазом верхней. То есть, глаз народа и глаз Всевышнего. Да? Эйнамни в Гошим. Не встречаются. Бэямим микэдам в древние времена. Бэкэш акадуш бару. Просил Всевышний, да, благословенное имя его, это сокращение, акадуш бару. Лэ обид. Лэ обид от слова маббат. Взглядываться, смотреть. Бэйнэй кнессет сраэль. В глаза народа Израиля. Ахи, в смысле кнессет. Но она, имеется в виду собрание, собрание, если оно. Оно, собрание Израиля. И народ израиля. Асэ вэйн айн. Что такое асэ? Асэ от слова сивув. Отвернула глаза свои. А она отвернула глаза свои. Да, она отвернула глаза свои. То есть народ израиля отвернула глаза свои. Мимэну, в смысле от Всевышнего. Вэймита алятсма. Имит – это очень страшное слово. Имит – от слова мамыд. И то есть, ну как бы, наслала на себя, да, если так можно сказать, наслала на себя хурбан выголут. Наслала на себя разруху и изгнание. Почему? Потому что отвернула свой взгляд. Ну вот. А дальше у нас будет еще такое мажорное завершение, которое очень часто Ханан Парад этим заканчивал. Да, поскольку нелюдезный сионизм, вообще как бы все такой оптимизм, да. Но пишет. О, ас не топху, а йоцрот. Да, ну вот смотрите. И топху, а йоцрот – это очень классное слово. Это называется переворачиваются составляющие. Йоцрот – составляющие. То есть, как я это перевел? И с тех пор ситуация стала прямо противоположной. И топху, а йоцрот – это называется перевернулись йоцрот. Йоцер – это в смысле, ну, создание. Перевернулись создание. Но это выражение, которое говорит. И с тех пор ситуация стала прямо противоположной. Какая? Кнес Исраэт тальта энэ бешамаем. То есть, народ Израиля, ну, талта дословно он их повесил. Он обратил глаза свои к небу. Но Всевышний, Истир, в смысле, спрятал лицо, да, свои лики, по-русски лика, да, от него, да, как сказано. Ве анохи эстер эстир паним, как сказано. И я сокрыл лицо мое от них. Это Исхэцкет. Посмотрите, в русском переводе точно где это. И дальше он спрашивает. Адматай имашех мисхака махабоемазе. Мы возвращаемся к названию всего этой статьи. И до каких пор будет продолжаться этот мисхак махабоем. А именно это игра в прятки, игра этих взглядов. А им нашуф лаипагеш бэмабад ве ташуф асимха ла меонэну. Может быть, наконец, глаза встретятся, да, ве ташуф симха и возвратится, как бы, радость в наше. Меонэн – это тоже есть мишкан, это проживание. А есть маон. На иврите, кстати, маон, в современном иврите, маон – это общага. Маон – это общага. И да, и детский сад. Да, маон – это университетский, это общага университетская. Но когда возвратится радость в нашу, как бы, обитель, да, и тогда, тогда он говорит, о, так вот почему, как сказано. Вот, говорит, алькен ба псура. Псура, вы знаете, псура – это точно весть. Псура – это весть. Вот газета «Вести» такая была, да, вот эта вот весть – это псура, да. Алькен ба псура. И вот, так вот из-за этого же как раз и пришло, пришло. Это обнадерующая вещь. Какая? Ки айн ба айн ир у бешу фашем циен. Ааа, ааа, он говорит, теперь понятно. Когда встретятся глаза? Бешу в циен. Когда будет возвращение циен, то есть в наши дни, когда будет возвращение народа в землю Израиль. Вот тогда встретятся глазами. Про это говорит пророк. От и пакшу айнаем беар, а кудшу в Иерусалим. И тогда встретятся глаза на горе святой Иерусалима. Я вас поздравляю, мы закончили со страшной силой. Да, ну все, я надеюсь, что это было полезно. Окей, мы на этом как бы заканчиваем. Всем, которые участвовали вместе с нами, спасибо. Я в следующий раз постараюсь принести сюда динамики для того, чтобы те, кто находятся у нас в интернете, они тоже смогли бы читать, и тогда мы их тоже будем слушать. Окей, сегодня это было, вы только следили за нами, но тем не менее, я надеюсь, что это было полезно и интересно. Всем счастливо, до следующих встреч. Большое спасибо.